Добрый день, дорогие зрители. Я Олеся Муриненок, журналист, публицист и главный редактор ТОП Ньюз. Сегодня у нас интереснейшая беседа, на мой взгляд, с потрясающими людьми. Парапсихологом, регрессологом, астропсихологом, автором 11 книг. Главное, что с женщиной, после встречи с которой начинает сопутствовать успех абсолютно всем, моей любимой Полиной Суховой. Мои дорогие, я всех рада приветствовать. Сегодня у нас интереснейший будет диалог. Я очень рада, что нас Олеся свела с тоже уникальным человеком, Гинтеросом. И сейчас мы вам расскажем о трех ловушках на пути духовного роста и познания истины в лабиринте духовного роста. Очень рада всех приветствовать. Ну и, конечно, сейчас представится Гинтерос. С радостью, с радостью. Давайте я про Гинтероса скажу несколько слов, потому что, думаю, он сам про себя постесняется озвучить все свои заслуги. Поэтому я так очень кратко и емко постараюсь. Журналист, педагог, Гинтерос Микшунас, биоэнергетик, народный целитель, основатель школы квантовой магии и член Литовской эзотерической конфедерации. Ну и на самом деле очень потрясающе интересный собеседник, который знает, ну, бесценный, а он еще бесценный кладезь каких-то знаний. Спасибо, что меня пригласили на эту встречу. Я очень рад и я вижу в этом большой смысл, поскольку сейчас, когда многие стараются эти мосты сжигать, война всех против всех, мы строим или поддержим мосты, и это очень серьезная, большая работа. Важно как для нас, так и для тех, которые нас слышат. И я думаю, что... Я еще немножко приставлюсь побольше, поскольку я живу в маленькой деревне, в глубинке Литвы, некоторые процессы я вижу поиначе, чем человек, который живет в мегаполисе, да. И мне на примерах природы, поскольку я занимаюсь собирательством лечебных трав, и делаю некоторые препараты из этих трав. Я работаю с природой, на природе, и я вижу процессы, которые как бы натуральные, естественные. И я могу сравнивать, как человек живет, и как он отталкивается от этой природы. И почему сейчас именно так в этом мире, а может быть, может это быть поиначе. Я, извиняюсь, меня... Я подбираю слова, и лучше я, если на другой раз, я некоторые вещи запишу, потому что мне... Мне переводить надо с одного языка на другое. Нет, отлично, Гиндерас, отлично у тебя русский. Нет, я говорю, если мы будем записывать уже серьезно, так я лучше всего нарисую несколько конкретных вещей, о которых я должен сказать. Нет, все хорошо, Гиндерас, мы поняли. Ты сказал очень самую главную, на мой взгляд, истину. Сейчас людей сегрегируют, разделяют по любому признаку. Я вижу это, что абсолютно по-любому. Вот какой информационный вброс бы в обществе не был, это значит разделение. И люди на это очень покупаются быстро и ввязываются в эту игру. Полина, ты сказала, когда озвучила эту тему, «Три ловушки пути духовного роста человека в лабиринте поиска замыслов и истины». Меня поразило, кстати, это название, когда вы мне его озвучили, да, тему нашей беседы. Очень интересно, на мой взгляд, очень глубокое. И вот меня зацепило вот это выражение, которое вы с Гиндерасом придумали, запустили в ноосферу. Я уверена, он там приживется. Это лабиринт поиска замыслов и истины. Мой вот первый вопрос к тебе, чтобы ты пояснила кратко что-то, что вы подразумевали с Гиндерасом, когда вы продумали это выражение новое. Потому что лабиринт на самом деле это такие наши классические спиральные лабиринты, к которым мы привыкли. Они состоят из семи кругов, изображают Вселенную, движение планеты Солнца. И вот этот спиральный лабиринт присущ структуре галактики, человеческому ДНК, пропорциям роста деревьев и растений. Много специалистов занимаются изучением на самом деле спиральных лабиринтов. И когда вот у вас прозвучало вот этот термин, меня сразу заинтересовало, как вы к нему пришли. Слушай, ну это получилось спонтанно на самом деле. Но ничего случайного нет. Это родилось в потоке вместе с Гиндерасом. И действительно, если смотреть с точки зрения духовного роста души, мы сюда приходим в воплощение физическое тело для того, чтобы получать опыт. Соответственно, этот опыт, он всегда гораздо ценнее, интереснее, когда на пути есть какие-то препятствия. Есть силы сдерживания, которые постоянно нас сбивают с пути. А вообще, откуда и куда мы идем? И зачем мы идем? Вот эти два, наверное, самых главных вопроса. И представьте, что вот когда мы живем в тонком плане, мы являемся целым. Целым, ну, кто-то называется творец, создатель, абсолют, да, бог. Ну, в общем, в любом случае мы являемся маленькой частичкой большого целого. И когда вот эту маленькую частичку, которая является подобием вот этого большого целого, помещает сюда плотный план, ну, сейчас у меня мурачки, да, в некую какую-то пустыню или там, или водную, или там в такую, действительно, где вот этот вот песок или еще что-то. Ну, то есть где условия гораздо хуже, не те прекрасные, которые мы имеем в плотном, то есть в тонком мире. Так вот тут постоянно нам не хватает вот этой внешней среды, нам не хватает вот того истинного дома души, вот этой безусловной любви, принятия, которая в нас есть и к которой мы постоянно стремимся. Мы постоянно хотим соединиться вот с этим источником, да, откуда мы вышли. И вот этот поиск этого источника, кто мы, зачем мы пришли сюда, да, познание себя, познание мироздания, себя в мироздании, это, он подразумевает как раз спиралевидное вот это развитие, то есть мы развиваемся по спирали. Но вот эта спираль, условно, да, она, каждый отрывок, вот, допустим, мы проходим один виток этой спирали, он похож в виде лабиринта. И было бы очень легко, если мы просто прошли этот путь и не было никаких ответвлений, каких-то заглушек, каких-то тупиков. Ну, душа так не развивается, она только через препятствия, она получает действительно очень качественный опыт. Знаешь, я хочу сказать, чтобы люди нас правильно поняли. Мы часто, многие рисуют такое себе понятие, что мир это вообще враждебная какая-то среда, все агрессивно, и любая, вот, знаешь, препон какой-то на нашем пути, они воспринимают как вот все, это что-то плохое, мы идем не туда. На самом деле ведь, ну, среда, мы знаем, что она нейтральна к нам ко всем, да, и самое главное, изменить вот это восприятие. Как были какие-то там сложности и трудности на нашем пути, они так и будут. Пока мы не поменяем правильное восприятие к этому всему, они нас будут освобождать. Вот это и есть лабиринт. Мы понимаем, что мы пройдем один большой виток, мы пойдем в следующий, он также будет лабиринтом. Но если мы начнем это вот воспринимать как-то, ну, с кайфом каким-то, да, с удовольствием, что-то не какая-то... Интересом. Интересом, да, вот с легкостью какой-то. Нам становится, вот действительно, когда нам становится интересно, ну, все, тогда мы понимаем, что это не препятствие, это наш новый этап развития. К этому пока мы не поменяем вот это восприятие этого лабиринта. Но вообще, на самом деле, я вот себе зрительно приставила лабиринт этот шикарный. Я до сих пор не встречала еще такого, на самом деле, выражения. Я думаю, что это вообще колоссально глубокое мысль в этом заложено. Молодцы, ребята, мне очень понравилась ваша идея. Полин, ну, если ты уже начала говорить, давай первые ловушки. Я обозначу я так тезисно, что такое первая ловушка конкретно? Ну, первая ловушка – это как раз на пути нам ставят что? Вот, да, знаете, вот как стрелка есть вот того истинного пути. И тебе так развилочку, хоп, стрелку вот эту перевернут в тупик. А что это такое? И их очень много. И сейчас, ну, мне кажется, это явно, и это видят все, это информационные вбросы. Это информационный мусор, который постоянно водят через какие-то, соответственно, СМИ. Это, да, у нас очень много сейчас, мы знаем, что много дизинформации, да, много мировоззрений и течений, которые уводят человека с истинного познания вот своего этого пути. То есть настолько много сейчас информации, в которой разобраться человеку очень трудно. Мне очень, ну, десятки постоянно скидывают ролик. Полина, а вот это этому верить? Полина, а вот это этому верить? Я всегда учу, ребята, нужно разбираться в этом. И вот, собственно говоря, информационные ловушки – это первое, это первое, на что нужно обращать внимание. И вот, наверное, очень важно, к чему же идти, да, к чему стремиться. Вот тут нам хорошо как раз расскажет Гидерс, мы с ним уже эту тему обсуждали. Он очень метафорично хорошо преподнес эту тему. И вот как раз слово ему. Спасибо. Ловушки бывают разных уровней, но главная ловушка – это отвод человека от истины, от вечных каких-то духовных лекалов, которые не меняются. Есть вещи, процессы эволюции человека, которые меняются, это оболочки такие информационные. Есть вещи, которые идут из глубины веков, и они не меняются. Такие духовные лекалы, да, Гидерс? Духовные лекалы. И эти духовные лекалы прослеживаются в народной мудрости, в разных сказках, песнях и так далее. И я, как пример, могу привести одну такую литовскую народную песню. Это как танец, хоровод. Он танцуется или поется во время уборки урожая. И говорится о том, что скоро будет зима, скоро будет холодный период. Зима в переносном смысле – это значит, что не только холод, но и время, в котором все отмирает, замирает. Значит, если мы убираем урожай, мы, по словам этой песни, должны отложить в сторону или в сарае самые лучшие зерна, самые лучшие для будущей весны, когда мы будем сеять новые урожаи. И тогда мы сохраним этот хороший, это самое лучшее. Там не поется самое лучшее, самое лучшее. Там не говорится о чем-то, самое лучшее. Значит, это слово, слова или смыслы, которые свидетельствуют о том, что такое истинный и истинный путь человека. Это лекалы не только духовные, но вообще самосохранения вида человека. Если, допустим, смотреть на животных, они готовятся к зиме. Даже еще лето, они к зиме готовятся. Так человек тоже имеет этот внутренний такой голос. И если мы будем правильно следить за себя, то, что говорит наше сердце, мы знаем эти лекалы и можем на них опираться. Но, как Полина уже говорила, мы сталкиваемся с бомбардировкой нашего сознания мусором, этим мусором и отводом человеческого внимания и сознания от этих вечных лекалов духовных, которые постоянно не меняются, на такие оболочки, на самые оболочки или самые поверхностные вещи. И в этом плане человеку надо найти, на что опираться, поскольку это время, в котором мы живем и будем еще жить, время перемен, неопределенности, это как зима. Можно я добавлю еще, Гинтер, здесь очень важно перевести вот эту метафору, может быть, на реальность. Сейчас в наше время, буквально полгода будет некая духовная зима, мы с тобой говорили об этом. И сейчас это прям в буквальном смысле можно перенести на то, что же нам сохранять, если в реальности сохраняют зерна до весны и сажают лучше, лучше отсеивают вот этот генетический отбор такой. То, соответственно, здесь мы должны взять, по сути, свои, что для нас ценно, что это зерно. Зерно – это слово, да, слово, да, это коды, это коды, которые дают опору, связь, принадлежность к большему творцу, понимание вечности, жизни и ценности. Так вот, мои дорогие, очень важно собирать сейчас зерна именно истины, то есть в информации все остальное убирать. И вот это вот сохранять, это можно писать, то есть записывать какие-то цитаты, да, которые вам отзываются. Это в книгах какие-то собирать, там, не знаю, в разных, в том числе в моих, можно там правил играми раздания, какие-то прям предложения для того, чтобы у вас это была основа, да, как Гинтерс говорит, для того, чтобы вы могли это потом посадить весной, своим, опять же, передать детям, передать, да, самому себе, для того, чтобы у вас некое было, уже сформировано мировоззрение, то есть посадка вот этих слов для формирования нового мировоззрения, нового тысячелетия, нового времени. И вот таким образом, собственно говоря, сейчас нужно очень здорово и хорошо фильтровать прям всю информацию. Правильно я говорю, Гинтерс? Не то, что фильтровать, фильтровать можно глазами, ушами, но самые главные фильтры у человека это сердце, и это то, что не обманывать, нельзя обмануть. И человек, который купается в этой информационном супе из лжи, полулжи и так далее, манипуляций, на этот момент я, как наблюдаю эти процессы в обществе, он уже догадывается. Он уже догадывается, и такой пример, такой пример, вот недавно, месяц назад, был соцопрос населения, как вы относитесь, верите ли вы традиционным СМИ? Ответ будет такой, только 18% да, как этот процент 2 или 3 года назад было там 70 или 60%. Значит, что это значит? Человек уже не хочет этого мусора, и я много знаю людей, которые уже телевизоры в подвал уносят и не смотрят эти передачи. И как еще на примере другого могу сказать, что альтернативные каналы, они как раз в рейтинге поднимаются. Значит, процесс уже идет, процесс уже идет, и человек чувствует это все. Я хочу здесь добавить, как вот на самом деле из того, что я вижу полтора года, да, всему тому, что сейчас происходит, это военная пропаганда. И этому есть термин. Нас этому, как будущих журналистов, учили на военной кафедре, учил военный полковник. Есть методы борьбы, ведения вот этой военной пропаганды, которую используют там в тылу для того, чтобы разгромить и внести какой-то хаос именно в армию противника. Сейчас все эти вещи используют вообще для мирного населения. Я хочу сказать здесь одну такую интересную вещь. Если мы будем в этом минфополе постоянно вариться, ребят, ничего не попадает в минфополе просто так. Вот абсолютно. И поэтому, если вас постоянно пугают, стращают там всеми этими страшилками, и вы в этом постоянно варитесь, то ваше внимание, оно направлено только на этот негатив. Но так устроено наше пространство там, где наше внимание, то становится больше. И вот я уже давно с вами знакомым, да, и постоянно пишу там тексты на эту тему, что ну выйдите вы из этого негативного инфополе. Найдите то, что вас радует, потому что вы не спасете там, не сделаете сейчас мир во всем мире. Вы должны сохранить каждый сам себя. Про то, что говорит и Полина Гинтерс, это главная мысль. Умение работать с информацией, это жизненно необходимый навык нашей жизни. И это вопрос выживания в информационной войне. Поэтому, если человек не подготовлен, он не умеет как бы объективно сверху посмотреть на эту информацию, да, вообще выходить из этого инфополя. Потому что то, что Гинтерс говорит, выкинули телевизоры, их уже, наверное, основная масса выкинули. Но война идет в соцсетях, война идет на вот этих раз в медийных каналах каких-то, в порталах. Рекламы, 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 баннеры. И, ребят, вот это вот негативное, которое нас постоянно сращает, даже многие альтернативщики, которые, да, Гинтерс упомянул, они, ребята, какие-то молодцы. Они нас заставляют посмотреть на что-то, да, ну, обратите внимание. Но многие из них, я наблюдаю за тем, что многие из них, они так же погружают в этот же негатив, с другой стороны. Но они играют, получается, на той же стороне. Вот эти вот, которые постоянно борются, сражаются с пеной, ребята, это тоже проявление паттерна жертвы. Бороться с внешними обстоятельствами, вместо того, чтобы заниматься с собой, то, что говорила Гинтерс, Гинтерс говорил и Полина, отбирать лучшее для себя. Отбирать то, что делает вас, ну, спокойнее, радостнее, что-то как-то много информации. Задавать свой внутренний мир. Только так. Другого не давать, чтобы тебе навязали что-то из мне, потому что просто вообще не обращать, выходить. Вот у тебя что-то, я советую даю такой. Если тебя что-то там зацепило и погрузило в негатив, это надо сразу закрыть, перевернуть страницу, неважно что это, выйти из этого. Это тебе не нужно. Вот Гинтерс сказал правильную штуку. Наше сердце нас не обманывает. Это единственный фильтр. Все остальное не работает. И надо понимать, что действительно идет информационная война. Эта ловушка одна из сильнейших, потому что мы живем в информационном обществе, когда нету ни танков, ничего не надо, ни снаряда, ни оружия, ничего. Оружие в информационной войне – это слово. Вот то, что сказала Полина. И единственный вариант – не попадаться на эту ловушку. Если человек действительно не спецназовец в информационной войне, ему не надо туда заходить. Ищите ту информацию, которая делает вам хорошо внутри. Вот по ощущениям. Вот вам хорошо от этой информации? Все хорошо. Не надо постоянно выискивать как магнит негатив какой-то в нашем обществе. Мы все уже поняли. Мы осознали, что представляет собой наше общество. И хватит. И для себя теперь начинайте созидать свой вот этот микромир. Это вот единственный вариант не попасться на ту ловушку и ее избегать. А нас каждый день в нее пытаются как-то внедрить. Вот опять вот опустить нас туда. Сейчас я пример буквально. Знаете, мне вчера пишет девочка. Она говорит, Полина, послушай вот этот ролик. Там такой ужас, говорят. Но я прослушала. Говорит, неужели это все правда? Как же мы будем учиться? Ты зовешь там на курсы. А как мы будем учиться? Не будет света, не будет это. Там, в общем, будет землетрясение. Я говорю, слушай, пока этого еще нет. Зачем ты эту картину себе воспроизводишь здесь? Вот наша бегущая строка. Я говорю, вот сейчас по факту есть этого? Нету. Давай заниматься тем, что есть. Живите здесь и сейчас. Проектируйте в своей голове лучшие варианты развития событий. Давайте радоваться тому, что есть. Пока еще. То есть очень важен вот этот фильтр. И это есть еще. Мы говорили с Гентером. Сейчас я как ему слово передам тоже. Эгрегоральная интоксикация. То есть если вы каждый день. Был такой эксперимент, что если человека, его проверили на яйцеглисты. Глистов у него не было. Посадили в изолированную комнату. Буквально была бомбардировка его информации о глистах. Ему показывали фильмы. Ему давали там везде журналы, книги. Ему там рассказывали все эти истории о глистах. Еду подавали в виде глистов. Через некоторое время у него реально появились глисты. Почему? Потому что наша физика, она тоже как энергоинформационная структура, так и физика. Она состоит из химических элементов, наше физическое тело. Это такая большая химическая фабрика. И у нас есть все отдельно молекулы, из которых собирается формула. Если тебе проектируют на тонком плане некое лекало. И соответственно, что если ты часто смотришь на это, уже это все дело у тебя просто-напросто отпечатывается и транслируется на физическое тело. Вот, и я сейчас как раз передаю слово Гиндерсону. Да, Полина, вы говорите о процессах уже на квантовом уровне, на полевом уровне. И как это работает, это большая тема. Нам, по-моему, надо сделать еще отдельную передачу про процессы в полевом уровне, на квантовом уровне, как это работает. Но вкратце я скажу такой пример, такую сказку скажу коротко. Представьте себе, что вы живете в многоэтажке. Вы ветеринарный доктор. И вы получили новые лекарства. Но вам нужно продать. Вы должны заработать. Но в этом доме живут люди, которые все держат кошки. И это лекарство как раз от гриппа кошек. Но кошки не болеют. Кошки не болеют. И вам нету прибыли никакой. Вы сидите с этими лекарствами в квартире, не знаете, что с ним делать. И у вас приходит в голову уникальная мысль. Вы дадите своей кошке немножко валерьянки и ложите эту кошку, бедную, возле подъезда в 17.00, когда все возвращаются с работы. И что будет? И что будет? Все увидят, что кошка лежит. И все будут приходить к вам за лекарствами, будете продавать. Все. Но процессы еще... В этом плане надо вспомнить бедную кошку Шрёдингера. Пока мы закрываем ящик, мы не знаем, она мертвая или живая. Так и здесь. Как только мы этот ящик Пандоры приоткрываем, мы соглашаемся, да? Или мы коммуницируем с этим эгрегором, допустим, этой проблемы. Так мы уже погружаемся в эту проблему. Эти процессы полевые. И названий много. Допустим, такой американский ученый Рупер Шолдрик, он это называется морфогенным полем или морфическими явлениями. Значит, если там обезьяна живет на другом острове, а другая обезьяна еще на другом, так если одна что-то умеет делать, и другая тоже научится. Эти структуры полевые. И особенно это сильно работает, когда человек вводится в страх, в состояние страха. Тогда отключается у него здравый смысл, логика. Критическое мышление такое, да? Да, и человек становится как-то узко направлен, и он думает только про выживание. И его сразу подключают к этим информационным полям негативным. По эзотерике это называется Грегоре, да? И он уже участвует, он уже дает соглашение на это. Он не просто гинт разложу участвует, а тут еще такая интересная штука. Мы очень зависимы от некоторых эмоций. Страх очень сильная эмоция, одна из самых сильных. И когда человека уже приучили к этому негативу, к этому страху, он сам начинает его инстинктивно просто искать. Он сам вот перерывает весь интернет. Оба-на, ничего страшного не нашел. Не может быть, все спокойно. Нет, в моем мире должен быть присутствовать страх. И он машинально ищет этот страх. Это как наркотик, это зависимость такая. Да, это инфо-наркомания. Да. Олесь, ты правильно сказала сейчас, да? Есть даже термин вот у нас в мире, кто исследует законы мироздания, инфо-наркоманы. И сейчас очень многие, никто не говорит сейчас об этом. Но на самом деле инфо-наркомания, это самая главная зависимость от сетей, от информации. Многие говорят, я говорю, перестань смотреть телевизор. Я говорю, там одна грязь, да? Он говорит, как же? А я не узнаю новости. Я говорю, поверь мне. Вот она, зависимость, да? Да. Зависимость. Я говорю, поверь мне, тебе сообщают все, что нужно. Я уже даже вообще в мире ничего не знаю. А о чем мне нужно, мне сообщают. Те, которые боятся что-то упустить, они не понимают. То, что им нужно, Вселенная им все равно-то донесет. Вот то, что им нужно. А что не нужно, значит, оно им не нужно. И, кстати, это уже фильтр, понимаешь? То есть ты не поглощаешь все на подряд. Я вчера ехала в такси, и там, значит, водитель, он ехал и смотрел, значит, вот эти вот новости, я уж не помню, там, то ли в ТикТок, и вот он листает. И сколько он просмотрел вот этих маленьких коротких роликов, просто ни о чем. То есть просто мусор, там чего только не было, друзья мои, ну вы знаете, да? Это просто, я думаю, сейчас насколько его поле перегружено этой информацией? Зачем? Вопрос. То есть вы сами, вот главный вопрос, когда это фильтрация тоже информации, да, через мозг, да? Сердцем это одно, Гинтерс абсолютно говорит сердцем. Но некоторые у меня спрашивают, Полина, я не могу разобрать, я не могу понять, да? А вы спрашиваете себе, вот задавайте вопрос, зачем мне эта информация, как я буду ее использовать? Эта фраза работает всегда. То есть вот что я буду с этим делать? Что я буду сейчас бояться? Я буду бежать что-то, не знаю, рвать на себе волосы, я буду запасаться там продуктом в магазине или там, да? Ну, в любом случае, мы должны как-то уметь использовать эту информацию, да? Во благо себе. Вот это вот тоже, и маятник, кстати, можно смотреть, информация полезная мне, она усиливает меня или она меня, значит, наоборот, убивает и делает хуже. То есть вот такие маленькие штучки, фишки, записывайте их обязательно, они вам будут помогать вот это все фильтровать. Но я думаю, ко второй ловушке подойдем, там как раз Гинтерс говорил немножко об этом. Вторая ловушка очень тоже, очень важна. Это подмена смыслов. Как мы говорили в первой части, есть некие духовные лекалы, да? И нас постоянно, то есть здесь мы уже точно разбираем, если там, в общем, там в первой ловушке вот этот информационный мусор, из которого очень трудно что-то, знаете, нас отвлекает от поиска вот этих смыслов, да? То вторая, это уже подмена конкретно смыслов, да? То есть мы знаем, насколько сейчас меняются слова, их понятия, насколько вообще какие-то глубинные идеи все переворачивается наизнанку. То есть в буквальном смысле все переворачивается. Причем и представителями там религиозных, высших структур иерархии, да? Например, мы знаем, что многие ратуют за вот эту модную процедуру. Опять же, духовные лидеры, да? Когда-то это все прекратится. Невозможно долго обманывать человечество, да? Это оно прекратится. И вот многим будет очень стыдно. Мы тоже с Гинтерсом говорили о том, что сейчас великолепное время для того, что каждый проявляет свое лицо. Маски скинуты, да? Сейчас Гинтерсу я передам слово, как раз он более расскажет про вот эти глубинные смыслы, да? Где их искать? На что обращать внимание? И что же это за смыслы, да? Которые нам постоянно пытаются подменить? Гинтерс. Сразу я вспомнил известный роман Орвелла Орвелла 1090-84, да? И там есть такое понятие ньюспик, да? Новые слова или новая речь. Трансформацию первой из языков потерпела ньюспик, это английский язык, который вообще стал только функциональным языком. но мы разговариваем сейчас на русском и как русский секундочку, тут интересно, про Орвелла заявили, вот на самом деле все зачитывают его роман, а на самом деле надо понимать, кто такой был еще Орвелл. Да, да, да. Время войны он работал на телевидении и именно через него университет, который проталкивал, они начали бейсик вот этот, который они называли, это новояз. Вот этот новояз, когда они вообще начали издеваться первым над английским языком, они такие эксперименты, англосаксы любители экспериментировать на своих же жителях. Да, да, да. И вот этот бейсик, что это было? Это был очень интересный такой лабораторный опыт. Они начинали выкидывать вообще в английском языке 200 тысяч слов примерно. В русском, кстати, 5 миллионов слов, что больше нет ни в одном. Не знала, кстати. Вот. Ну, богатый русский. Вот поэтому, наверное, на русском было очень сложно экспериментировать, но много выкинуть надо было. На английском было проще. И вот они начали этот опыт с него. Они оставляли словарь в 20 тысяч слов, то есть они в 10 раз уменьшили английский язык. И такие были примитивные слова, которые нету синонимов. Да, односложные. Его нельзя было трактовать по-другому. Когда мы привыкли метафорично, да, разговаривать с образами, там, особенно русский человек, то там было все очень скупо. Если ты сказал это слово, то понимал его только так. И вот этот вот язык в 20 тысяч слов они начали распространять. Они начали, Оруэлл стал читать новости только на этом бейсике. И потихоньку у них был замысел переписать всю классическую английскую литературу вот этим бейсиком. И вот самое интересное, что этот лабораторный опыт, он, конечно, не был осуществлен в том огромном пласти, как они хотели. Но я думаю, что они поняли, что так резко нельзя. И они начали беструктурно действовать. Оно сейчас происходит. Смотрите, как общаются там в соцсетях. Постепенно вот это происходит. Интересно. Вот на примере я могу сказать, как это работает. Допустим, у нас, Олеся, не даст соврать, допустим, понятие семья, да? Всем все понятно, что такое семья. Но, когда пишутся законы, локдаунские законы у нас, пишется какой-то домашний пузырь, вместо того, чтобы писать семья. Если там отец, мать, да, мы знаем там родитель один, родитель два и так далее. Там все и другие гендерские там проекты тоже имеют место с уже подменными понятиями. Слова не имеют никакой глубины связи с субъективной реальностью. Это новые слова, это новые понятия. Мы говорим о том, что мы пока разговариваем между собой на самых старых языках индоевропейской семьи языков. На самых старых. И есть слова, допустим, такое слово совесть, да? Что такое совесть? Со это общее, да? Весть это информация. Мы живем в одном информационном поле, через которым мы общаемся, мы без слов понимаем друг друга, да? Смысл этого слова. И на литовском это звучит са жене, тоже часть са это общее, женя арба женоте тера информация. Это тоже смысл информационного поля. Есть эзотерический аналог этого слова, мы иногда даже не не знаем, почему мы это слово произносим, это эгрегор. есть научное понимание этого слова, это информационное поле. Вот Петр Горяев, дай Боже ему свет небесный, и он много об этом говорил, и если глубже копать, то надо его смотреть, его видео, там он очень сильно это делает, но мы говорим о простых вещах, таких как семья, как дети, отец и мать, возьмем любой наш сферу жизни, и там мы найдем много понятий, которые уже не имеют связи с объективной реальностью, с глубокой реальностью, потому что почему человеку дана речь, потому что он должен найти связь с этой глубиной реальностью, найти связь с самим собой. Гинтерс, а вот мы с тобой еще когда обсуждали эту тему, ты очень хорошо затронул следующее, что вот эти смыслы, они везде раскиданы в притчи, были и на сказаниях, да, ведь вот как раз там всегда зло побеждает добро, да, то есть там вот как раз это поиск вот этой справедливости, истины, и вот в сказках, в сказаниях, да, вот они эти смыслы глубинные, то есть в книгах опять же, кстати, ты хотел про вот эту книгу, да, скажи свою мысль, про одно, 1, 9, 84. А, это по Орвелу, так вот, там я вспомнил, что было такое понятие, как нюспик, да, новые слова или новая речь, которые придумали, потому, чтобы управлять людьми лучше, потому, что если человеку даешь неправильные понятия, неправильные слова, которые не имеют связи с глубиной реальностью, с душой, с сердцем, и с творцом еще, да, и с творцом обязательно, так он не имеет корней, он не имеет корней, и поскольку новые слова, новая речь ему навязана, через нее создаются новые полевые структуры, через которых можно управлять коллективно людьми, вот об этом я говорил, вообще здорово, здорово, и вот меня рекомендация здесь по второй ловушке следующая, вот смотрите, если вы ставите намерение, то есть во всем нужно искать вот этот глубинный замысел, да, для чего это происходит, к чему это все ведет, то есть, и кстати, Гентор, ты сказала классную вещь, что в будущем будет очень мода, мода будет меняться, не на то, что модные аксессуары или какие-то вещи, а на мода будет на поиск смыслов, вот этих глубинных замыслов, да? Да, это уже сейчас происходит, и я даже удивляюсь, потому что молодые люди, там 30 плюс поколения, да, они уже ищут, но пока только начало этих процессов, они только набирают силу, и я думаю, что придет время, когда уже наши внуки будут нас спрашивать, что такое истина, вот как в романе Булгакова, да, Мастера Маргарита, что такое истина, и мы это должны им дать через сказки, через притчи, через фольклор, да? Вот это сохраненное слово, которое вначале, которое мы пронесли через духовную зиму, да, эти зернышки вот этого качества генетического отбора. Потому что если мы имея перед собой новый материал генетический, это новое поколение, не будем сажать туда зерна, они там сорник станет расти, да, любое, что попало, но нам нужно, чтобы там было продолжение нахсабих, я думаю, что мы с одной стороны это делаем и должны делать сознательно, но этот процесс работает само собой, он так идет, если мы даже ничего не будем делать, это произойдет, и найдется люди, которые будут в будущих поколениях это делать, и искать, и искать, искать, и найти. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что это вечный эволюционный процесс, поиска истины, да, он будет идти вне зависимости от того, да, и это проблема для, это самая, на мой взгляд, страшная проблема для кукловода. Да, 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 мы, кстати, тоже это обсуждали, у них очень много проблем, друзья, очень много, и смотрите, у них все трещит по швам, и тенденция очень светлая, которая от них вообще не зависит все, и такое чувство, вот у меня лично внутреннее чувство, я уже говорила, гид это соделилась, что, но у меня такое вот ощущение, что они, знаете, вот они, они находятся вот же практически под обломками вот этими, да, вот какой-то там цивилизация, которую они сами хотели взгермозить, как вот бейсик не прижился, да, так вот и их вот эти вот паттерны, они тоже не прижились, я хочу, что-то... Они потому, что сейчас они противоречатся вот самой вот этой истины, понимаешь? Да, и очень тенденция светлая, ребят, вот про что, про слова вы говорили, смыслы, я помню Светлану Жарникову, это историк наш русский, она уже тоже царство небесное, но она говорила, когда написала диссертацию, там 20 лет назад, это была смертельно опасная тема, когда она поднимала вот эти, что подмена понятия, да, идет, что на самом деле, если мы говорим про русский язык, на котором мы сейчас там записываем беседу, да, что это изначально это было буквица, это были образы, каждая буква, это образ, который мы подменили там нам на кириллицу, которая вообще не имела вот это, это была матрица, 49 букв, 7 на 7, каждый имел смысл, это постепенно перенесло, и про это нельзя было говорить в интернете, про это нельзя было... Это, кстати, уже наука гемантрия, 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 да, гемантрия. И она, смотри, она сказала интересную мысль, что это было, когда она зачитала диссертацию, ей сказали, ну вот, когда это была комиссия вся, ей сказали, это смертельно опасная тема. Потом, а сейчас, посмотрите, сколько много информации просочилось, мы сейчас с вами про это свободно говорим, очень много историков, словесников, там, филологов, они эту тему поднимают, класс целый, в каждом языке, они начинают поднимать исконные исторические смыслы слова. И вот, и вот как только вот мы к этому придем, к истинным смыслам понимания, как наш род, да, народ, род, все же взаимосвязано, все легко и просто, надо начинать это замечать. Никакие гукловоды здесь, они ничего не смогут сделать, они, ну, это просто бессильно, их надо перестать демонизировать, в первую очередь. ой, да, слушайте, они на самом деле действительно пешки в этой большой игре, они выполняют просто роль вот этих стрелочников, они просто направляют, но выбор всегда за человеком. Человек очень мощный и сильный, и если он в поддержке на связи с Творцом, друзья мои, ну, представляете, какая это большая мощь, нужно просто человеку немножко ракурс по-другому как раз повернуть, ведь нам как раз внушают, что это монстр большой, огромный, а это как тень от собственных страхов, друзья мои, вот представьте, образом сейчас говорим, да, вот эта вот тень, вот эта вот, да, вот если вы перестанете бояться, вот эта тень, она исчезнет, это будет другая ваша действительность. Вот, давай, наверное, подведу итоги, как же она, значит, с этой ловушкой-то справится. Ну, моя рекомендация такая, Гинтерс может сейчас добавить что-то, то есть, например, если у вас, то есть обращаться к притчам, метафорам, очень много читать, вот, знаете, у нас есть эльфика, замечательно, я прям вот так рада, что это она пишет на русском языке, такие замечательные притчи на все случаи жизни, то есть, если у вас есть какой-то вопрос, есть какой-то страх, есть какое-то непонимание, вот, вы вошли в тупик, вот этого лабиринта духовного, да, поиска истины, и, соответственно, вам нужно понять, как выйти оттуда, да, где найти этот выход, дверь, вы берете, ставите запрос себе, хочу выйти из этого тупика, да, хочу найти истинный путь, и идете читать любую какую-то притчу, например, по теме, ну, не знаю, у вас конфликт с человеком, вы обиделись, идите почитайте, придумать или найти хороший анекдот, да, кстати, тоже, абсолютно, анекдоты очень образно нам дают смысл, да, и идете, читаете или притчи, или сказки, да, кстати, не просто так я сейчас выпускаю книгу, как ежик Фаня истину искал, это сказка о мироустройстве, он тоже, вот, все три части трилогия, он искал смысл, и он его нашел, друзья мои, это великолепно, то есть, вот, простая практика, техника, то есть, в тупике задались вопросом, как мне найти дорогу, по теме, ищите какие-то сказки, притчи, анекдоты, может быть, какие-то философские книги, то же самое, ну, вот что-то такое, чтобы образно, чем хороши вот эти метафоры и притчи, это образно сразу вам дает понимание, куда двигаться и как двигаться. И вообще начать читать, то, что доставляет удовольствие, потому что при чтении, ну, очень часто разучивают, да, читать, сейчас практически мало кто читает, мы нас зрительно, калейдоскопическое вот это вот нам мышление развивают, а на самом деле читать, вы начинаете читать, и это образное мышление, мы всегда читаем, представляем, вот это развитие нашего образного мышления, и мы постоянно вот начинаем читать, мы уходим в этот мир, который, мы там себе иллюзорно придумали, и мы от этого негатива начинаем отдыхать, мы просто... Очищаться, 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 между прочим, это тоже, вот ты правильно сейчас подметил, я еще вот один маленький вот такой нюанс, прям акцент на нем сделаю, что у нас в голове все идет образами, мы это не замечаем, это неосознанный процесс идет, вам сказали новость, вы прочитали, у вас сформировался некий образ, все там, все отключили, землетрясение, люди бегут, там паника, там грабят друг друга и прочее, вот она картинка, бегущая сторона сделала образ, соответственно, вот эти образы нужно стирать, то есть берете, представляете, как этот образ вы стираете в своем сознании, стерто, 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 очень хорошо работает, да, а потом сформировали на, в своей голове осознанно, новый образ, например, прочитали сказку, вы поняли какой-то смысл, и сделали по своей теме новый образ, как вы хотите, знаете, я так с своим студентом, вот разговаривала с ним, и он говорит, вот, я говорю, ну, со своим близким, там был конфликт, и он говорит, я говорю, сделай то-то, то-то, да он не будет это делать, он как обычно, ляжет на диван, скажет, да пошла ты за там, и та-та-та, я говорю, а зачем ты сейчас этот образ опять проецируешь в своей голове, плюс еще телепатически это уходит ему, и ты ему подсказываешь, я говорю, как ты хочешь, чтобы он лежал на диване, или чтобы он встал с дивана, там подошел к тебе, обнял, сказал, милая, давай мы с тобой каким-то образом решим этот вопрос, я же тебя люблю, я говорю, если ты хочешь эту картинку, так воспроизведи вот этот образ у себя в голове, да, и вот это замена образов, а по сути своей замена смыслов, вот так. Дорогима, я предлагаю вообще вот на эту тему сделать нашу следующую передачу, как работают мысли, как вообще вот происходит реализация, да, наших там мыслей каких-то вибрационных, как это происходит, потому что это огромный пласт, и я думаю, это очень будет полезно, это, то есть я хочу сказать, какую мысль, которая относится ко всем ловушкам, и к первой, и к второй, и уверенно к третьей, пока мы защищаемся вот от этой информации, да, от их смыслов, мы не можем созидать свое, вот надо понять, мы не можем делать два действия сразу, надо выбрать, сделать сознательный выбор, либо вы все время обороняетесь, и тогда все вот находитесь в этой войне, либо вы уходите от нее, и начинаете созидать свое, вот каждый для нас сейчас делал вот этот вот выбор, вот прямо сейчас, пока смотришь нашу передачу, он должен этот выбор сделать. Шикарно, можно я ищу свой опыт, вот прямо вот просто в тему, сейчас я его вспомнила, когда-то я играла в шахматы по компьютеру, я не умею в шахматы играть вообще, я только знаю, как двигать фигуры приблизительно, знаю только рокировку, одну вот эту все, и я с внучкой, она говорит, ой, слушай, там коней много, давай поиграть в шахматы, я говорю, ну давай, его, значит, мы выбрали там не первый уровень, там был какой-то или второй, или третий, то есть по сложности, его, значит, я там пытаюсь, значит, что-то двигать фигуры, я понимаю, что мне сейчас будет мат, то есть меня зажали, то есть мне шах, и мне все, и у меня в голове, знаете, такая мысль, думаю, а почему я все время обороняюсь, вот знаете, меня обороняюсь, я говорю, а пойду-ка я вперед, я все равно сейчас, то есть минимум, я или ничья, или я проиграю, то есть в любом случае, да, если когда ты уходишься, тебя в угол зажали, но потом у меня перепугают, пойду я вперед, а что я теряю-то, я только подумала, я делаю три шага, и я ставлю мат, я не знаю, как у меня это получилось, у системы, ты понимаешь, я как попрыгну, я как заору, у меня внучка не понимает, что она еще маленькая была, она смотрит, я говорю, я говорю, Саша, я говорю, вы, вы выиграли, мы выиграли, вот это, понимаешь, мне вот этот случай, мне вот, знаешь, он так много дал, это опять же, я понимаю, мне показали мои духовные наставники, вот эти мысли, переключение действия и результат, и вот этот образ до сих пор во мне сильно работает, не надо обороняться, нужно идти вперед, и главное, вот это с интересом, да, что я теряю-то уже, да, и вся вселенная помогает, и как это получилось, не знаю, но она получилась, я выиграла. Так работает, Полиночка, давай третью туда ловушку, мы уже как-то видели, давай третью. Третья ловушка, это подмена вечных ценностей, да, на временные, и страх их потерять, это вот кукловоды нам навязывают линейную примитивную логику, да, вместо чувствования интуиции, на которую сейчас мы должны опираться в большей степени, кстати, в школах тоже больше развивают у нас, получается, левое цифровое полушарие, да, которое отвечает за вот эту вот линейную логику, да, а вечные духовные ценности, на что опираться, чтобы не иметь кармических последствий, вот сейчас мы как раз с этим и разберем, да, это и слова Творца, генетический код, законы природы, закономерности, то есть, ну, кто как это называют, да, душа, которая вечна и бесконечно развивается в спирали эволюционного восхождения, и кукловоды пытаются нас сдерживать, а, собственно говоря, антим сам помогает нам расти, это, значит, давайте, первое, это вот слова, да, вот генетический код, второе, это наша душа вечная, ценность, она никогда не умирает, да, слова тоже вечные, из них воспроизводятся вот эти все образы нашей жизни, вот эта связь нашей души вот с Творцом, то есть, это тоже вечная ценность, это поиск истинной, вот этой связи мы постоянно это ищем, это искренность самим собой, то есть, нельзя предавать душу, потому что, когда мы ее предаем, это, понимаете, как вот мы образно тоже говорили с Гиндерс, я сейчас передам ему слово о том, что нам, знаете, когда такие образы, образно опять же, да, я хочу, чтобы человек представил, то есть, нам дают как раз вот эти временные ценности, проходящие, навязанные ценности, кстати, пятая ценность, это опыт и знание души, экспертность и компетентность ее, это тоже вечно, это постоянно, то есть, если завтра у вас все отберут, вот все, вы голый, но опыт и вот эта экспертность и ценность, она у вас останется, у вас ее никогда не смогут заврать, и именно вот почему успешные люди, когда они все деньги там, ну, как по каким-то причинам у них, их не стало, они в любом случае, они могут из ничего сделать деньги, да, это их опыт, то есть, его отобрать нельзя, это самое главное вложение, которое вообще нужно делать, ну, и вот эти проходящие, навязанные ценности, я уже передам Гинтрусу, а потом уже притча своя, да, я много уже говорю, Гинтрус, да, проходящие, навязанные ценности, какие у нас? Ну, одна из таких, это привязанность к жизни, да, привязанность к физической жизни, или привязанность к своему эго, да, который, само собой, привязан к каким-то привычкам потребления, допустим, ты там любишь то, другое, третье, ты радуешься жизнью, надо радоваться жизнью, да, это правильно, но акцент делается на физическую жизнь, на физическую оболочку человека, и это ставится на первое место, и когда это все началось, с 19-го почти года, я наблюдаю такую тенденцию, что отключается церковь из этой коммуникации, почему? Потому что церковь, какая она была, такая и есть, со своими плюсами и минусами, но она концентрирует сознание человека на духовность, на вечные процессы, на то, что ты не только мясо и кости, но и душа, и многомерное существо. Эта ситуация полтора года нас зацепляет за тело, за сознание и тело, и как бы такой нарратив пускается, что если ты спасаешь тело, значит, спасаешь общество, это ценность. И на этом вся поставлена коммуникация этих всех бананов, фикусов и так далее. и это, на мой взгляд, уже подменено, и многие люди на это зацепились, но надо немножко найти силы в себе на это все посмотреть скептически. Я уже вспомнил другого автора, это Роберт Антон Вилсон, он в 60-е годы написал такую книгу «Новая инквизиция». И там говорится про туннели реальности, что каждый человек имеет свой туннел реальности, и если они совпадают, значит, хорошо. И если говорить дальше про ценности, на которых надо и обязательно надо опираться, так это перестроить свое сознание или свое, по-русски, внимание на то, что вечное, на вечные ценности. Какие мы знаем на этот раз вечные ценности сейчас? Вот, допустим, это, да, это жизнь. Жизнь не только телом начинается, телом качается. Это вечное. Это истина, да, это любовь, это все то, что написано в законах Адама, Ноя и Моисея. Да, в любой религии это одно и то же, если перевести на простой человеческий язык. Значит, там на первом месте стоит вопрос, что ты для себя имеешь главное или отмирающие или кратковременные какие-то феномены этой жизни или вечные. Если ты опираешься на кратковременные, которые умирают, значит, у тебя уже есть стресс и он накапливается, потому что ты боишься этого потерять. Ну да, потому что конечный результат, он явно видно. Да. у временных конечность есть, вот это боится, что все, закончится, больше этого не будет. А у вечных это бесконечное, вот в чем разница, да? Вот тебе дают конфету и ты должен думать, что это конфета навечно. но ты съешь ее или отдаешь ребенку там, не знаю, кому-то еще и все кончается. Значит, не фантик, не сама конфета главное, а с каким чувством ты это даешь? Главное чувство или это состояние, можно так сказать, с которым ты делишься с людьми, которые вокруг тебя. еще один момент, я потом передам слово. Когда была первая и там вторая волна, не знаю, был такой, мы для себя проработали такой, как бы сейчас можно сказать, нарратив или наставление, что самое главное сейчас найти тех людей, с которыми мы потеряли связь, много лет не общались, или это наши родственники, или знакомые, или какие-то одноклассники, или коллеги по работе, но самое главное это семья, самая главная семья, это как они сейчас называют пузырь семейный, домашний, найти этих людей и снова найти, вот найти снова этих людей, не то, что вот позвонить, телефон набрать и да, нет, ты позвонит, да, конечно, встретишься, спросишь, все у тебя хорошо, ничего тебе не хватает, может, что-то помочь надо, и это на теперешней этапе это самое главное, люди, которые вокруг тебя, это твоя семья, твои друзья, твои знакомые, и с этого надо начинать, с этого уровня, мы, вот что было очень хорошо, эта пандемия, да, потому что до того мы как бы ай, не нравится, мне не будут дружить, ай, там, завтра будет, завтра сегодня не надо, сейчас, сейчас находим этих людей, наших близких, которым, которым надо, надо было это внимание дать раньше, но мы как бы по работе впишем туда-сюда, не успеваем, и они как бы, мы их забываем, сейчас на первом месте это. Ой, я добавлю, да, да, Гинтерус, вообще, вот ты очень классно сказал про семью, я бы еще добавила сюда, кроме как нашей родовой системы, да, по генетической линии семьи, очень важно искать духовную семью, единомышленников, эпоха водолеи, она как раз призвана к поиску вот этих друзей по единому замыслу, по единому образу, и, соответственно, вот духовная семья, да, действительно, вот это вот вся, полтора года нам показывали как раз ценности, что важно, да, общение, которое у нас лишили, да, вот это вот помощь, взаимовыручка, объединение, единение, состояние свободы, вот она ценность, конечно же, любовь, и вот здесь вот наша задача как раз обращать внимание, то есть все-таки вот на вот эти бесконечные всегда ценности, которые приводят, ну, к нам, к нам вот эту опору дают, которую мы говорили во второй ловушке, то есть они дают опору вот этого выбора, правильной, вот правильной развилки, куда тебе стрелки перевели, и те смотрят, куда ты пойдешь, и на самом деле кукловоды только переводят стрелки, а свыше творец, да, ваша духовная группа, они смотрят, так, ну и куда он сейчас пойдет, вот интересно, да, от этого будет зависеть, соответственно, ваш событийный поток, и у меня вот пришла тоже аналогия образная по поводу пчел, пчелы живут, они всего лишь где-то 45 дней, ну, плюс-минус, да, в среднем, я как раз вот у меня знакомая, которая занимается пчеловодством, она много рассказывала у меня пчелок, да, и они постоянно работают, они постоянно машут крылышками, они как роботы, они заточены только на работу носить мед, они даже ночью там, они делают, выпаривают мед, там постоянно они жужжат, то есть у них не днем и ночью они не отдыхают, они работают на износ, так вот, как бы цель кукловодов, да, их задача, они хотят людей перевести к этому состоянию, то есть все для того, чтобы они были вот такими пчелами, которые отработали свою, которые ничего, не отдыхали, то есть не было у них вот акцента на главных вечных замыслах, а из-за страха заставить их сделать такой рабочей пчелой, который очень короткий срок, 45 дней, все, и потом, собственно говоря, вот на страхе она вот это будет носить мед, вот да, и делать там все, что ей сказали, очень важно как раз вот наше внимание, акцент перевести на другую стрелку, на эти вечные ценности, как только вы будете приоритет их и ставить, а не вот этот страх проходящих навязчивых ценностей, это карьера, работа, статус, машина, одежда, место жительства, дом, квартира, количество денег, социальный статус, жизненный, то есть физическое тело, страх, потерять, да, вот это вот, то, собственно говоря, вот будете, то есть ваш выбор, то ли быть этой рабочей пчелой, то ли быть вот таким творческим человеком, свободным человеком, который, ну, по-другому относится ко всему, это такой драйв, кайф здесь жить на земле в этот момент, и многие уже на этом уровне находятся. Я хочу сказать, что, знаешь, вот Гинтер искал классную мысль, что люди, вот я так вот для себя сформировала, что люди так стали бояться умереть физически, что перестали жить, ведь по сути вот сейчас это происходит, и это нас, видите, вот посмотреть это с такой стороны, но это становится сразу смешно, вот Гинтер искал классную штуку, сказал анекдоты читать, люди, но надо как-то разряжаться, да, вот эту обстановку, нас, хотя держать в напряжении, надо расслабиться, ну, вот найти какой-то способ, кто-то находит свою духовную семью, кто-то родовую семью обретает, да, а кто-то, вот я, честно говоря, благодарна этому времени, потому что мне казалось, что я как-то сама с собой, вот всегда договорюсь, я сама себя обрела, а на самом деле я только сейчас поняла, что я вот именно сейчас совпала с собой краями, как я говорю, да, я столько много про себя вот поняла, вот на самом деле, когда я затормозилась, когда мне вот как бы дала Вселенная, дала Вселенная вот этот шанс остановиться, Ну, я просто и бесконечно благодарна, на самом деле, потому что я поняла, сколько я социальных ролей играла, сколько на мне было масок каких-то, да, вот, которые во мне вжились, и я думала, что это я настоящая, ничего подобного. Я только сейчас вот сама себя признала и поняла, что сейчас я совпадаю сама с собой. То есть это, на самом деле, самое чудесное время, наверное, наши души пришли сюда именно за этим опытом, потому что, ну, чудесное время, на самом деле, его не было еще. Вот я, например, переживаю, это просто, ну, какое-то такое чудо, и я уверена, что за этой зимой придет весна, потому что в природе все идет циклично, и кукловоды никто ничего не смогут с этим сделать. Времена года они тоже вспять не могут повернуть, поэтому я более чем уверена, что обращать внимание только надо на то, что действительно составляет ценность для тебя самого. Не навязанная из мне, да, какая-то, пропустил что-то через себя и понял, что тебе это самому нужно. Мне кажется, что это главное сейчас вот в наше время. Да, вот, слушай, я добавлю, можно вот здесь вот мы еще один пункт, очень важный, говорили с Гинтерсом, когда мы готовились к передаче, по поводу того, что постоянно у нас кукловоды вызывают чувство вины на долгие ответственности за других через агрессивную рекламу. То есть, если ты этого не сделаешь, соответственно, ты виноват, да. Вот, и здесь я бы такую вот, мне просто понравилось, как Саверский ответил одному тоже, одной из представителей этой структуры по поводу вакцинации детей, что, ну, дети не болеют у нас изначально, да, вообще это, ну, практически там нет, а детей все равно это делает. И он спрашивал, зачем это делать с детьми, если они не болеют, да. И этот представитель, он сказал, что, ну, вы понимаете, что дети являются переносчиками, угрозой. А Саверский сказал следующий такой вопрос, мне очень он прям вот порадовал, да, можно взять вот для других это тоже так, как некий образец, говорит, и что, я должен принести своего ребенка в жертву на алтарь вот этого эксперимента, неизвестно, что с ним будет, ради того, чтобы он не принес мне заразу? То есть, понимаете, как нам подмены какие интересные делают? И вот эту аналогию можно то же самое сделать к обществу, то есть, меня заставляют придать свою душу, да, значит, сделать над собой что-то вообще неведомое для того, чтобы кому-то было хорошо. Или как, например, когда я прихожу там в магазины и там, ну, оденьте, ну, что, вам сложно этот намордничек, да, вам, у нас же вот это, я говорю, почему я должна придавать свои принципы из-за того, что вам будет, вам штрафы не придут. Понимаете, как интересно все вот это подменено? И вот это, мои дорогие, вот вы должны в этот, вот это как бы мое такое резюме вот окончательно, ну, в нашей передаче здесь под итог. Каждый раз, когда вам предоставляют такой выбор, да, вот этот тупиковых ценностей, подмена смыслов, да, вот этой тупиковой линии, вы себя спрашиваете, а вот я могу в этой ситуации придать себя вечные ценности, да, за которые, собственно говоря, вот, ну, там тупик точно и очень быстро там все закончится, а здесь это будет вечно. Ну, вот это самое главное пожелание, наверное, для всех делать выбор каждый день, спрашивая себя, какие я ценности выбираю, временные или вечные. Гинтерусу слово передай, что ты скажешь. Когда был последний митинг у нас, 10 сентября, по-моему, один философ, Нидовальд Васильевскайте, по-моему, сказал такую фразу, и это как бы пошло волной. Она сказала, да, мы будем болеть, но мы будем умирать, как свободные люди. Это золотые слова и точно сказаны в адрес нас всех, потому что это очень важно, как мы будем умереть. И я, с другой стороны, иногда мы так шутим, но эта шутка серьезная. Мы друг другу, мы друг другу должны как бы посоветовать, не знаю, как это по-русски звучит, но есть такая поговорка. Желаю тебе спокойной смерти без медицины. Ну, это серьезно, это серьезно. Значит, это все имеет глубокое объяснение, потому что у каждого человека есть своя судьба, да? И в этой судьбе прописано все. Будешь ты болеть, не будешь болеть, когда умрешь. И не знаешь ты этого времени, этого момента, но ты к нему готовишься. Когда родился уже, ты знаешь, что это будет, и все, это не важно, когда. И главное, что ты сделаешь в этой жизни, и как ты уйдешь, как ты уйдешь, как ты уйдешь, какой человек, какое твое свойство должно, что ты, кто ты такой будешь перед смертью, и как ты его встретишь, можно так сказать. Но это все равно случится, рано или поздно. Так что не этого надо бояться. Надо бояться... Даже не надо бояться, просто надо дать реке жизни течь своим руслом, да? И, ну, что, ну, заболеем, ну и что? Ну, значит, так надо. Значит, мое кармическое состояние такое, что я сейчас болею. Да, все кармически обусловлено. Я это принимаю, я принимаю как друга болезнь, потому что болезнь – это очищение, это избавление от чего-то, что было раньше. Это переход в новые. Ну, это болезнь и смерть – это вообще вещи такие натуральные, такие само собой понятные, что делать из этого страшилки – это просто глупо. Ну, то есть тому, кто суждено утонуть, кто-то не сгорит. И, то есть на каждого есть план у Бога. То есть в буквальном смысле все кармически обусловлено, никакой там Вася от меня. Если ему суждено заразиться, он заразится в любом случае. И он должен пройти этот урок. То есть это его уже личные какие-то прошлые действия, что он в любом случае подцепит это. И, соответственно, должен пройти. То есть вот чтобы не навешивали на нас вот эти, чтобы мы понимали, что вот опять же на чувство вины нас пытают подвести к тому, что мы должны поменять ценности. Вот это очень такая тоже еще одна ловушка. Вот таких вот нужно это понимать, отслеживать и видеть. Сразу говорит, нет родных. Они навязывают две главных эмоции. Это страх и чувство вины. И вот прям вот уже полтора года люди варятся, как в киселе в этом, да, каком-то вот в этих двух чувствах. А вот надо просто, ну, отследить, мне кажется, у себя, каждому есть вот это или нет. Ну и как-то прекратить. У нас же в голове никто не сидит и не решает за нас, какие мысли нам думают. Только мы сами хозяева свои мыслим. Все. То другого не дано. И мне кажется, сейчас каждый должен... Вот сейчас вот перед этой зимой, про которую говорил Гиндерс, мне кажется, время просто вот честно ответить себе на вопрос. Что ты выбираешь? Вот эти вот следовать социальным этим шаблонам и стереотипам, которые тебя навязывают, да, вот этим страхам податься, либо быть честным перед собой. И я вот, мой выбор, мой совет, это все-таки выбрать честность. Потому что бесконечно это все продолжаться точно не может. За зимой, как я говорила, весна точно придет. Что самое интересное, вот чтобы понимали правила игры с нами, мироздания, да, ее закономерности. Если ты выбираешь ценности вечные и истину вот эту, да, то твоя судьба формируется наилучшим образом. Она помогает всем, с чем можно. Дает тебе лучшие инструменты, лучших людей, лучшие связи. То есть ты в потоке, и этот поток тебя выводит в наилучший вот этот лабиринт. То есть вот этот выход из тупика, и мы дальше идем. Вот этот виток, ты выходишь, вот, смотри, мы завершаем как раз. Вот мы выходим на другой виток вот этой спирали духовного развития. И, соответственно, ты вообще в другом мире ты живешь, да. Этот мир волшебный, полон чудес, возможностей. И все время мы, знаете, на одной волне с ребятами говорят, слушай, ну как это работает? Я понимаю, как это работает, но у меня все время вот этот вопрос. Ну как это работает? То есть тебе максимально все, хоп, и на блюдечке тебе дается. Главное выбрать эти истинные ценности. Но кто не знает законы мироздания, тот, соответственно, на своем опыте рано или поздно поймет их. Ну вот это как бы мое завершающее слово в сегодняшней передаче. Сейчас, когда слово имеет вес и мысль имеет, мысль очень быстро материализируется. Да, да. Значит, даже подумать надо, прежде чем подумать, да. И если ты хочешь идти путем сердца и правильным путем, не надо ничего делать, просто вырази намерение и скажи себе это. Я честен сам перед собой, я соблюдаю законы природы и законы Божьи, Творца. И все, больше ничего не надо. И тебе все придет. И тебя жизнь повернет или направит на это русло. Больше ничем не надо думать. И все обстоятельства, которые потом будут у тебя, они только будут этого вести. И ты попадешь к людьми, встречаться с людьми, которые будут с тобой идти, ты найдешь источники, которые тебя вдохновляют. И ты найдешь всю информацию правильную, которая в этом беспределе, супе, грязи и дезинформации. И ты найдешь эти жемчуг, да, которые в этом пепеле всем. И на первый взгляд этого сегодня видно, но когда ты это выражаешь намерение, ты уже находишь это. Это на правду, на истину тебя сама жизнь наталкивает. Я вот хотела в завершение тоже сказать, ребята, что я вот за это время поняла для себя, что главный барометр, да, правильного пути, который у меня, это внутреннее мое ощущение, чувство. И не важно, на какие перемены ты отваживаешься, вот абсолютно не важно. Если внутри камертоном звучит «да», надо довериться дороге, вот про что говорит Гинтерас. Нам надо больше этому пространству все-таки доверять, и потом она ответит нам взаимностью. На самом деле, ребят, спасибо большое, мне очень понравилось, я думаю, зрители тоже это все оценят. Спасибо за то, что раскрыли важную тему, на мой взгляд. Ну, мы затронули, ну, просто глобальный пласт, да, какой-то тема. Мы все смотрели с уровня духовного, как я это говорю, вот оттуда, вот на всю вот эту ситуацию. Это очень большая ценность сейчас, потому что, ну, многие, знаешь, не видят слона целиком, поэтому очень сложно сориентироваться. А вы сегодня помогли людям взглянуть вот как бы сверху на всю ситуацию и показать, что вообще ничего страшного не происходит. Все процессы в руках Вселенной, и на самом деле все, что происходит, это только творец сам знает, что он делает, поэтому мы должны этому пространству просто больше доверять. Спасибо вам, что делитесь, ну, на самом, на мой взгляд, бесценными своими знаниями, опытом, которые бесконечно ценны. Спасибо, что делаете свою работу с любовью и трепетом. Я это чувствую, я думаю, зрители тоже это понимают, чувствуют, и сердцем это все оценят. Спасибо, я уверена, что до новых встреч. Олесенька, благодарю. Благодарю. Всегда рядом парапсихолог Полина Сухова.